Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Каждая хозяйка хоть раз готовила картофель, запеченный в духовке с начинкой. Это блюдо отлично подходит как для праздничного стола, и тогда можно сделать какую-нибудь изысканную начинку, так и для обычного семейного ужина. В этом случае можно сделать какую-нибудь начинку, которую приготовить очень просто и быстро. И вот сегодня как раз такой рецепт. Но чем бы вы не наполнили картофель, блюдо все равно получается очень вкусным, ароматным и сытным. Список ингредиентов вы увидите под описанием к видео, но разумеется, начинку делайте на свой вкус. Картофель примерно одинакового размера нужно хорошо помыть и отварить, но не до полной готовности. Для начинки порежу ветчину некрупными кубиками. Добавлю измельченную зелень, соль и специи по вкусу и 2-3 столовые ложки сметаны или майонеза, а также французскую горчицу, можно взять обычную. Сюда же кладу сыр, тертый на крупной терке. Вареный картофель разрезаю пополам, прямо с кожурой. При помощи ложки вынимаю середину картофеля, делая углубления. Потом я эти серединки слегка разомну вилкой и отправлю в начинку. Все аккуратно размешиваю. Половинки картофеля выкладываю на противень и наполняю их начинкой. Отправляю запекаться в разогретую до 190 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем сделаю соус, с которым буду подавать картофель. В чашу блендера я выкладываю сметану, соль и специи по вкусу, зубчик чеснока и зелень. Все измельчу. Готовый картофель можно подавать как горячее блюдо или остудить и подать как закуску. Я считаю, этот рецепт просто находка для приготовления быстрого ужина. Ведь здесь сочетается и основное блюдо и гарнир. А если вы заранее отварите картофель, то это значительно сократит время приготовления. Внутри начинка становится нежной и мягкой, а снаружи хрустящей, так же как и сам картофель. Кстати, его можно есть как с кожурой, так и без. Ну а по поводу начинки я уже говорила, она может быть любой. Вы можете сделать постный вариант, сделав грибную начинку или использовать какие-нибудь овощи. Можно взять обжаренный мясной фарш или просто порезанную мелкокуриную грудку. В общем, здесь есть где поэкспериментировать. Смотрите также на моем канале другие блюда из картофеля и не только. Загляните в плейлисты, где сделаны подборки блюд на разные темы. Оценивайте рецепты, ставя лайк или дизлайк. Не забывайте подписываться на канал, а также обязательно пишите комментарии. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!